Сегодня мы проверим четыре мотохитрости из интернета. Мало ли, вдруг во всемирную паутину мудрости проникла какая-нибудь чушь. Ты слушаешь голос бездока. Твоя мотоэкипировка воняет. Да у кого вообще есть время разбираться в премудростях ее стирки? Представляю вам холодильник. У тебя он есть, он уже включен, и через 48 часов бактерии, вызывающие запах, замерзнут насмерть. Пахнет свежестью? Да. Пока. Эту хитрость распространили Левайса, компания, которая призывает нас бережливее относиться к джинсам и к природе, и иногда отказываться от стирки в пользу глубокой заморозки. Зная репутацию Левайсов, я позвонил эксперту, я вызвал тяжелую артиллерию, я позвонил матери. Не потому, что я такой сексист, а потому, что она профессор по микробиологии. Как выяснилось, обычно низкая температура, бактериостатик, но не бактерицид. Саморозка замерлит вонючек, но только до тех пор, пока они не отогреются снова. Фу. Самого факта, что микробиологи хранят пробирки с бактериями в холодильниках, достаточно, чтобы подтвердить, что этот совет – полнейшая и несусветная чушь. Левай. Поражение холодильника вызывает закономерный вопрос. Что, если не холод? Поможет нам сохранить экип свежим? Но без лабораторного оборудования в гараже многое из этого списка под контролем не удержать, кроме верхних пунктов. Перед тем, как стирать одежду, вымочи ее в уксусе, это разрушит органические соединения, пищу для бактерий. И размножаться они не смогут. Вдавало к уксусу кислотный, что не понравится некоторым микробам. И сразу же постирая одежду. Перед тем, как размножаться по экспоненте, бактерии на какое-то время замедлятся. Ключ к разгадке – время. Также никогда не пользуйся кондиционером для белья. Он остается на одежде и помогает бактериям цепляться за поверхность. В конце концов, храни одежду сухой. Бактерии по большей части состоят из воды. Если лишить их пищи, это обломает импланы. Чего холодильник определенно не сделает. Разрушено. Когда нужно что-то поднять и подпереть, обращаются к нему. Когда он что-то подвешивает, он не говорит. Стой, не двигайся. Стропы и так знают. Я не всегда поднимаю мотоциклы. Но когда поднимаю, пользуюсь лестницей. Эффективность этой хитрости поражает. Мотоцикл превосходит допустимую нагрузку лестницы. Трещотки на стропах покачиваются. Я очень хочу, чтобы это сработало, потому что мотоподъемники дорогие, а мотоциклы в обтекателях не богаты точками, куда можно упереться. В то время как лестница есть у каждого, равно как и руль, за который можно зацепиться. Так что я долго думал над решением. Для начала переверни подножки, чтобы они не складывались вверх. Затем вывеси заднее колесо на двух подпорках. После этого перед можно подвесить на стропах. Можно использовать только несущую сторону лестницы, и она обязана выдержать, потому что мы поднимаем только пол мотоцикла. И благодаря тому, что опорные точки расставлены широко, мотоцикл не будет болтаться или вращаться вокруг строп. На установку ушло 10 минут, и крутить гайки стало удивительно легко. Подтверждено. Форт Найн. Сеть магазинов. Привет, я Райан, и это Халява. Хочешь кожаную куртку? Да все хотят. Мотоэкип стоит 600 долларов. Забудь о нем. Эта куртка от Армии спасения, всего 29,99. Вот нитка, вот иголка. Оператор, снимай, у нас все вживую. Берешь мешок для стирки из Икеи за 2 бакса. Он примет любую форму. Упираешься пальцем, раз прошил, два прошил. Защиту пришил, упал, как сучка не заныл. Вот так, полные карманы защиты пришил. Детрио встал от 30 баксов на фортнайн.к. Сделано в Британии. Там умеют делать вещи. Перестань бросать бабки на ветер. То на детей, то на жену. Ее парит дождь, а меня нет. Парафином покрыл, феном просушил. Теплом антии земли лицо завали. Взгляни на эту водонепроницаемую кожу. Ну, разве не прекрасно? Шмотки пропитал? Жену воспитал? Звони сейчас, ты же понимаешь, я так могу весь день. Я вышлю тебе это трио. Иголку с ниткой. Ножницы. Мешок для стирки. Фен. Свечу. Все, что тебе понадобится, чтобы больше не покупать мотоэкип. Доставляется отдельно по 60 долларов за примет. Вау. Натертая дешевая кожаная куртка вполне выдержала дождь и скользячку. Но здесь не без недостатков. Первый. Старая кожа тонкая. Даже если найдешь натуральную или кожу верхнего слоя на распродаже, а поискать стоит, не надейся, что ты проскользишь в ней так же далеко, как в новом экипе. Второй. Швы не двойные и не тройные, в отличие от мотоэкипировки. Не то, чтобы они расходились, но имей это в виду. Третий. Без аромидовой подкладки теплототрения тебя поджарит. Конечно, не у всякого экипы есть аромидовая подкладка, но опять же, просто имей в виду. Четвертый. И наиболее существенный. Повседневная одежда не имеет расширений для защиты. Так что она будет выбирать. Сядет ли так, когда и низ? Нет. Сравнится ли с каким-то текстилем или дешевой кожей в плане безопасности? Подтверждено. Сейчас покажу фокус с пакетом с застежкой. Всегда вожу с собой такой, чтобы телефон не намок. Но зимой вожу шесть. В них нужно подуть, склеить скотчем по центру, и вуаля. Теплый шестипакетник. Вставьте его за пазуху, и дополнительный воздух превратится в печку. Конечно, это не решение на каждый день. Это скорее, вот, блин, я надел недостаточно слоев одежды. Да и скотч не особо нужен. Понадувал, позакрывал, засунул. Все мы делали что-то похожее с газетами, но они мокнут, пачкают одежду, и посмотрите правде в глаза, Нью-Йорк Таймс, люди больше не покупают газет. Пакеты с застежками проще найти, проще засунуть в карман, они удерживают больше воздуха, с ними в целом теплее и суше. Экзоток поплатили эту идею профессионально, так что если замечаешь, что надуваешь пакетики часто, скорее всего стоит купить что-нибудь нормальное. Спасибо, что смотришь. Если интересно, почему этот старый КЛР такой побитый, перевод есть на канале. Субтитры сделал DimaTorzok